В рамках празднования Дня района и 150-летия города 1 августа открылась выставка-ярмарка творческих работ мастеров прикладного искусства «Алла Герань». Такое название, развернувшееся в парке имени Григория Пономаренко, экспозиция получила не случайно. В этом году ее тематика – цветы. У нас почти все работы связаны с цветком. То есть цветок на ткани, цветок на бумаге, квилинг, скрабукинг у нас, ткани, вышивки. То есть очень много. Все связано с цветами. Мы сейчас будем участвовать везде, потому что мы познаем новое, мы смотрим, чем люди занимаются, дышат, как живут, что интересно людям. Потому что сейчас в мире очень много всего, чем можно увлекаться. Это вообще просто здорово, когда люди знакомятся, общаются, приходят, спрашивают. Светлана Масная вместе с дочкой Ангелиной увлекается рукоделием уже несколько лет. На выставке-ярмарке они новички, но готовились к ней основательно. Мы когда узнали про эту выставку, нам рассказали об этом друзья. И мы решили выставить свое творчество, показать себя. Решили сделать на выставке все то, что мы умеем. Разные интересы. Вот это вот декупаж тоже пытались, волновались. Лично я хотелось показать что-то новое, придумывать что-то. Квилинг, декупаж, скрабукинг. Если раньше мастерицы выбирали в основном между вязанием и вышиванием, то сейчас в одних только названиях рукодельных забав можно запутаться. Но, по словам Ангелины Масной, ничего сложного в этих видах творчества нет. Главное – желание и немного усердия. Люди, которые занимаются творчеством и делают что-то своими руками, они вкладывают туда душу. А, соответственно, они по-настоящему добрые. А вот Антон Курлянчиков возрождает в нашем городе старинное гончарное ремесло. Этот вид народного искусства с незапамятных времен был известен на Руси. Это просто идеальный материал природный и экологически чистый. И складывается такое впечатление, что у этого материала есть своя душа, своя энергетика какая-то. Очень люблю с ним работать. Сначала она глину заготовит в обычных карьерах. У нас в Суанске она Кубань есть и в многих других городах можно найти на карьерах. Потом она приготовить, вымучить. Это долгий процесс, подсушить до нужного состояния. Вот в данный момент я перемял ее, сформировал шарик сначала, закрепил на планшайбе. Сейчас надо ее центровать. После центровочки мы уже будем вытягивать стакан. После стакана мы можем сделать любую форму. Для того, чтобы не прервалась традиция древнего искусства, глиняных дел мастера дают мастер-классы, приобщают детей к основам гончарного дела. Вот и на выставке-ярмарке «Алая Герань» юные славянцы могли попробовать свои силы в этом ремесле. Светлана Решмидт не впервые представляет свои работы на выставке. Говорит, это отличная возможность заявить о себе как начинающим, так и опытным мастерам. Жителям необходимы такие мероприятия. Во-первых, здесь происходит общение. Здесь люди видят много очень хорошего, много интересного. Узнают о каких-то видах творчества люди впервые. Очень многие люди приходят не обязательно купить, но что-то для себя узнать новое. И мы, мастера, мы с удовольствием рассказываем о том, чем мы занимаемся. Светлана Решмидт увлекается пошивом популярных кукол Тильды. Мастерица признается, в эти чудесные создания просто невозможно не влюбиться. Именно поэтому, однажды увидев текстильную красавицу, она во что бы то ни стало захотела создать такую своими руками. Когда я увидела этих кукол, вот я влюбилась. Долго-долго-долго вот они у меня были в голове. А потом я решила, думаю, а может быть попробовать? Я попробовала, и интерес не прошел, а стало наоборот. Вот еще, еще, еще хочется что-то создавать. Вот я уже три года создаю, и пока не чувствую насыщения. Мне хочется еще, еще, еще что-то делать. Это авторские куклы. Их придумала Тони Финангер. Спасибо ей. Вот они пошли в мир. По мнению Светланы, популярные тильды приносят в жизнь людей сказку, наполняют мир гармонией и волшебством, становятся талисманами дома. Это фея. Она принесет уют, благополучие в ваш дом. Как любая фея домашнего уюта, она будет отвечать за то, что у вас все будет вовремя, в порядке, вы будете везде успевать, у вас что-то не пригорит, в углах у вас не будет пыли и паутины. Она обо всем позаботится, пока вы будете заниматься какими-то интересными для вас делами. Словом, на выставке ярмарки было чем удивить славянцев и гостей района. Мне, например, дагестанские работы понравились, из серебра очень понравились. Красивые работы, такие необычные, натуральные камни очень понравились. Из дерева поделки очень понравились. Вот без бересты. Вот такое все живого материала, будем говорить, такое все теплое. Это же радость подливает нам жизнь. Радостно, весело, приятно посмотреть впечатления много. Шедевры ручной работы на выставке представили более 200 участников. Не только из Славянского района, но и других уголков Кубани. Полюбоваться на произведения прикладного искусства жители могли на протяжении двух дней – 1 и 2 августа.